Актер это не профессия, это диагноз. Идет солдат по городу, по незнакомой улице. Дяденька, не надо! Олег Романовский, актер Березняковского драматического театра. В Березняки переехал 4 года назад. Сегодня узнаем, чем занимаются в школе прапорщиков. Как перейти из одного театра в другой, не выходя из гримерки. И кто все-таки должен играть Ромео. Родился я и жил долгое время, практически всю жизнь. Это город Балакова, Саратовская область. На сцену-то я вышел довольно-таки рано, на самодеятельную. Я начинал в школьном ансамбле играть на барабанах. Случайное попадание в Саратовскую филармонию группы «Интеграл» к Баре Алибасову. Потом уже армия пошла. Я служил прапорщиком. 6 лет в армии. Ну, как мы решили, так собрались. Небольшой такой кучкой офицеров, жены офицеров. И мы ставили спектакль про Федота Стрельца «Удалого молодца». Вот я Федота играл. Перед солдатами выступали. И у меня там был ансамбль. Я руководил ансамблем там, вокально-инструментальным, на протяжении практически всей армейской службы. В школе прапорщиков, когда я учился, у нас казарма от учебного центра нашего была, ну, так, километра два, наверное. Мы ходили с троем, пешком. Ты поешь, запевал и будешь. Ну, естественно, там. Мы идем с песнями. То есть уже начинаем все строевые песни. Начинает Катюша. Там идет солдат по городу. Идет солдат по городу, по незнакомой улице. Это же надо громко. Чтобы там все слышали. И мы всю попсу перепели там. Там и веселых ребят. И там Али Баба даже в праздник носил. Весь зарпад на халат. Мы в строевой песне сделали. Али Баба. Вот и мы шли, этот вот орали, орали уже. Под конец я уже не... Просто у меня голос не выдержал. Перетрудил. Перетрудил связки. Орать столько песен. Я долгое время вообще не пел. Все-таки это дало себе знать. И сейчас, допустим, какие-то высокие, очень высокие ноты я уже взять не могу. Ну, я понял, что эта армия, это не мое. Все-таки меня больше привлекала музыка, театр. Когда я уволился из армии, приехал в родной город, устроился работать монтером связи на Балаковскую атомную электростанцию. И там, значит, познакомился, ну, с ребятами познакомился из самодеятельного театра. И как-то у меня вот эта театральная жизнь меня закрутила, завертела. И я ушел, вернее, не в театр ушел сначала, а ушел в спорт. Автогонки, да, я был автогонщиком. Одновременно у меня был и спорт, и театр. Выход на старт в гонках и выход на сцену – это разные вещи. Абсолютно разные. Здесь главное – там адреналин. То есть ты уже все, ты на взводе, у тебя глаза горят, педаль газа в пол, сцепление вот так, догнал. А здесь волнение, здесь надо… Волнение такое, что как воспримет зритель тебя, как воспримет зритель спектакль в целом. То есть надо доказать зрителю, что ты имеешь право выйти на эту сцену. Театр – это живой организм. Театр – это здесь и сейчас. То есть ты выходишь на сцену, ты играешь. Это не кино, в кино там дубли есть. Не получился, думай, пересняли. Два-три дубли. А здесь нет, вот зритель, вот он сидит. С 97-го года я окончательно в театре. В 98-м мне было 32 года, я поступил в театральное сцепление. В Саратовский. Ну, тяжело было наравне с молодым дискакать. 18 лет я проработал в Балаковском драматическом театре до его закрытия. И тут же я сменил театр, не выходя из гримерки. То есть в этом же здании открыли тюз. Я как сидел в своей гримерке, так и перешел из одного театра в другой. Актерская профессия, она очень зависима. Зависима от обстоятельств. Становишься ненужным там в театре. Ну, руководство другое приходит, режиссер. Ну, не видит тебя где-то. Я уехал, там были обстоятельства. Иначе я потом просто сидел без работы. Или пришлось менять профессию какую-то. А какую же мне профессию в 50 лет? Кто же меня куда возьмет? Я резюме отправлял во многие театры России. В театр же не просто придешь, скажи, все, я актер, вот вам трудовая. Нет, так не берут в театры. Лысь мне ответила, что готовы меня взять, и я поехал туда. Я всего там один сезон проработал. И тут я попал в Березники. Я думаю, а может это судьба? Классный город, мне очень понравилось. Во-первых, я как только сюда приехал, начались сразу спектакли, какие-то проекты помимо, ну, театральные же проекты. Первый мой спектакль здесь был, это «Два вечера в веселом доме» режиссер Андрей Шляпин. Дяденька, не надо! Это замечательный, во-первых, режиссер. Я вот, положа руку на сердце, вот за 20 лет работы в театре, вот это единственный режиссер, который меня просто покорил. И своим отношением к актерам, и отношением к работе, он уже, то есть он начал работу на спектакле, он уже знал, что у него, как, всю картинку спектакля он уже видел заранее. С Дашей Шаховой ставили спектакль «Бременские музыканты», он полностью был музыкальный. Я 30 лет за барабанами не сидел вообще. сюда приехал, мне сказали, ну, садись играть. Мы играли и пели все это вживую. Вот это классно. Когда приехал сюда, да, у нас была здесь группа, называлась «Станиславский бэнд». Это наши актеры тоже заболели. В том Балаковском драматическом театре была такая рутинная работа, рутинная такая вот. Один режиссер постоянно уже от него знает, что от него ожидать, и ничего нового не происходило. И вот такое болото было. А сюда приехал здесь так, тут так, елки-палки, я говорю, нифига себе. Я говорю, а что, я так смогу? Оказывается, смог. Меня удивило здесь, в Березняках, когда я увидел очередь в кассу театра. В Балаково я такого не видел. Там в Балаково зал на 700 мест, ну, на примерах он может быть, там, на первых двух спектаклях он полный. Дальше, там, человек 60-70, ну, может, максимум 100. Здесь всегда полный зал. Чувствуется, что зритель Березняковский очень любит театр. И постоянно, ну, читаешь отзывы какие-то. Здесь даже люди приходят по нескольку раз, я знаю людей, которые по нескольку раз на один и тот же спектакль приходят. Я почувствовал, что я здесь нужен. Ну, бывает, заходишь в магазин, ой, здравствуйте. А мы вот вас в спектакле видели. Ну, хорошо. Здорово. Приятно очень, когда так вот узнают. Ремесло тяжелое. Актерская профессия, она такая зависимая. зависимая от репертуара, от режиссеров. Я сейчас не сыграю Ромео. Я уже возрастом не тот. Гамлета хочу сыграть. Нет, у меня вот такого нет. Почему-то, не знаю. Роли мечты нет. Я готов играть любую роль. Есть ощущение, что я на своем месте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин